Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания святого апостола Павла к филиппийцам, глава 2 стихи с 12 по 16. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания святого апостола Павла к филиппийцам. Потому что это часть священного писания, это одно из посланий апостола Павла. Сейчас церковь вычитается за богослужением в течение седмичных дней недели. Соответственно, апостол Павел сегодня, обращаясь к филиппийцам, пишет «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне и во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Апостол Павел называет филиппийцев возлюбленными. Действительно, это очень личное, это очень, скажем так, даже семейное какое-то письмо, послание, которое апостол Павел направляет к филиппийцам. Оно наполнено глубоким переживанием, глубокой любовью между адресатом и адресантом. Соответственно, мы видим, как дороги филиппийцы для апостола Павла. И он знает об их послушании, он знает об их готовности следовать словам своего духовного наставника, словам апостола. И он это видит и понимает, и тем более он видит и знает, что они, послушные в его присутствии, тем более сосредоточили свои духовные силы к слышанию слов апостола Павла в его отсутствии. Но гораздо более ныне и во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Это очень интересные и важные слова, со страхом и трепетом. С одной стороны, ни у кого не возникает сомнений, и никто помыслить себе в рамках православия не может спасения через свои собственные силы, ибо заслужить спасение невозможно. А кто так думает, то, конечно же, пересмотрите свое отношение к церковным текстам и вчитайтесь в догматическое богословие, в учение церкви о спасении. Ибо источник святости, источник всего спасения и назидания в нашей жизни является только Бог. Именно Бог спасает. Никто из святых не может нас спасти. Никто из людей не может нас спасти. Спасает только Бог. И тем более, тем более человек сам себя не может спасти. Спасение – это дар. Дар, который мы получаем от Бога. И спасение невозможно заслужить. Но! О чем идет речь? Противоречат ли апостол Павел вот этой мысли о том, что спасает Бог? Нет. Вот эти слова со страхом и трепетом «совершайте свое спасение» они не противоречат нашей мысли, только что высказанной и зафиксированной в православном учении о спасении. Почему? Потому что здесь идет речь не об окончательном совершении спасения, как будто бы это зависело от человека, а о процессе спасения. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный», говорит нам Господь наш Иисус Христос в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея. Перечитайте, вспомните. Господь призывает нас к совершенству и к совершенству абсолютному. И, приняв христианство в купеле крещения, мы отрекаемся от сатаны, от всех дел его, от всех ангелов его. Мы, священнослужители, запрещают дух лукавый, скрытый и гнездящийся в сердце человеческом, в подготовке оглашенного к окрещению. И дух лукавства, дух идолослужения, всякой алчности и нечистоты изгоняется из сердца человеческого. Но человек может добровольно вернуться на эту стезю зла. Актуализируя вновь свою церковную жизнь, мы должны стремиться изгонять из себя вот эту нечистоту. А действие Бога в нас предполагает наше желание и наша готовность к действию Бога. А для этого нужно смирение. Вот чтобы стяжать это смирение, воспитать его в себе, требуется наша работа над самим собой. Требуется наше желание, воспитание этой воли к стремлению, в стремлении к Богу. Это и есть духовная жизнь, на этой направлении наша аскетическая практика, чтобы впустить в свое Бога сердце. Субъективная работа на реализацию объективных последствий, так сказать, нашего спасения на кресте. Соответственно, об этом идет речь. Совершайте свое спасение. То есть, живите этой жизнью, обновленного по Духу Божию естества. И не совершайте дел зла, дел плоти, но имейте плоды Духа. То есть, живите вот в этом новом завете, живите вот в этой новой эсхатологической реальности. А для этого требуются некие усилия над собой. Поэтому это и есть созидание, совершение спасения. Здесь идет речь о наших трудах, которые мы должны положить для того, чтобы осознать необходимость присутствия в нашей жизни Бога. И, чтобы впустить его в себя, нужно очистить свое сердце через покаяние и смирение. Вот это и есть наша работа. Если бы Бог не умер и не воскрес за нас, то любая наша такая работа не спасла бы человека. Поэтому мы говорим о синергии, о соработничестве между человеком и Богом в деле нашего спасения. И вот эти слова, вот этот стих апостола Павла, как раз-таки говорит нам об этом соработничестве. Далее. «Потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению». Итак, Бог хочет действовать в вас при условии нашего совершения, нашего спасения в страхе Божьем. Поэтому Бог будет действовать в нас в меру нашей готовности открыться действованию Бога. «Вы все делаете без ропота и сомнения», говорит апостол Павел. «Действительно, ропоты и сомнения, они затормаживают работу человека. Они притупляют его готовность служить ближнему и Богу. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и разращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Действительно, филиппийцы подавали большой пример окружавшим их общинам. И все действительно смотрели на то, как они совершают дело своего спасения. И являлись примером. Поэтому без ропота и сомнения они должны продолжить этот свой путь шевствования силы и славы Божьей. Сияние, как светило в мире. Содержа слово жизни, похвалей мое в день Христов, что я нещетно подвязался и нещетно трудился. То есть они, как и многие другие, к которым обращается апостол Павел, Коринфи, Негалаты, являются славой апостола Павла, славой его трудов. Ибо они являются печатью и свидетелями благодати Святого Духа, которыми обладал апостол Павел. Они являются свидетелями его истинного апостольства на самом деле. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем совершать дело нашего спасения в страхе Божьем. Помятую я, что спасение – это дар, который Бог по своей благой воле дарует человекам. И вот наша задача – научиться воспринимать этот дар, продираясь сквозь тернии нашей гордости и тщеславия. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok